Есть ли эффективные стратегии для крупных, так сказать, медийных персон, а Собчак, Ксения и Навальный, Леша, конечно, они крупные медийные персоны теперь уже, все-таки выступить как оппозиционные лидеры, которые уже не под контролем администрации президента и спецслужб. Это всегда такой скользкий на самом деле вопрос, потому что откуда мы знаем там все эти связи и кто на каком крючке сидит. Конечно, мы не знаем, но поэтому я бы не связывал этот как бы только там Собчак и Леша Навальный, о более общем, что есть ли какие-то позитивные сценарии для оппозиционных деятелей России, которые, так сказать, уже не являются такими связанными администрацией президента и спецслужбами. Но надо сказать, что, конечно, Россия — автократия, диктатура. Иногда хлеще, чем это было при советской власти. Поэтому этих возможностей действовать почти нет внутри страны. И мы все же говорим об эффективных методах, о гражданской протесте, о том, что есть какие-то возможности действовать в социальных сетях, так сказать, распространить свои взгляды. Есть возможность все-таки до сих пор сотрудничать с какими-то западными организациями, чтобы освещать людей, обучать их и так далее и тому подобное. Эти возможности есть. У меня нету никаких таких предложений, что можно было бы что-то там крупно придумать при нынешнем режиме. Нынешний режим исключает всякие такие возможности вообще. Так что мы можем говорить о ситуации, когда режима нету. Но это тогда совсем другая история. Мы говорим, конечно, о том, что, может быть, тогда все-таки будут работать какие-то демократические механизмы. Но это же абсолютно новая ситуация. И я думаю, что я не могу сказать, будет ли Ксюша и Навальный успешными в этой ситуации. Почему? Потому что есть общая характеристика российских избирателей, что они довольно консервативны, но иногда настроены популистически. Я бы не сказал, что это что-то новое. В многих странах вот такие избиратели. Не только в России. Но это требует тоже все же, что эти кандидаты, которые они выбирают, отвечали их мировоззрению, их представлению. Но понимаете, Ксюша и Собчак и Леша Навальный никак не отвечают надеждам и чаянам этих людей. Навальный и Собчак могут надеяться на какую-то поддержку полипрогрессивной части населения. Но Россия, она и прям не такая уж большая, там от 5 до 15 процентов. Чтобы быть успешным, вот у другой части населения должны появиться совсем другие кандидаты. И требования этих кандидатов, и стратегии, которые они используют, они, конечно, будут радикально отличаться от всяких там Собчак и Навального. Собчак